Многие компании-перевозчики столицы работают без соответствующей лицензии. К такому выводу пришли сотрудники сразу трех ведомств. Городского управления транспорта, ГИБДД и Ространснадзора. В ходе совместных рейдов по проверке маршрутных такси города были выявлены многочисленные нарушения, о правилах которых придерживаются далеко не все материали Луизы Раджабовой. Это значит скамейки, брат, скамейки должны быть. Оснастил диваном, установил газовые баллоны. Этот микроавтобус своим внешним видом ничем не примечателен. Однако внутри он полон неожиданностей. Маршрутное такси владелец переделал словно под дом на колесах. Такие самовольные изменения являются незаконными. Однако водитель не спешит признать неправильность своих действий. Вы не понимаете, о чем ваше правонарушение? Нет, ну я пошел, я документ на газ сделал. Все, они сделали, пришел, я отдал, оформил машину. Вы думаете, почему вас тогда сейчас остановили? Ну, законы, тогда другие законы, сейчас другие законы. Нет, законы администрации. Рейд проводили на одном из самых оживленных улиц на проспекте Шамиля. Неделю назад здесь же в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения. Такого рода проверочные мероприятия будут продолжаться и в дальнейшем. Специалисты настроены навести порядок в сфере пассажирского транспорта. Сегодня мы будем проверять транспортные средства и водителей. Транспортные средства на прохождение предрейсовых техосмотров. Водители будут проверяться на обязательное прохождение предрейсового медосмотра. Будет проверяться наличие страховых полюсов. Два полюса должно быть. Полюс обязательного страхования автогражданской ответственности. И полюс на перевозку пассажиров. Страховка жизни пассажиров. Среди наиболее частых нарушений – отсутствие лицензии, карт маршрута и обязательного страхования для пассажиров. В ходе рейда были выявлены десятки нарушений. Были составлены необходимые бумаги и выписаны штрафы. Они весьма внушительны. А размер штрафных санкций в отношении юридических лиц приблизительно за то, что нет карты маршрута – 300 тысяч на юрлицо. За то, что нет обязательного страхования для пассажиров – от 500 до миллиона. Это с каждого транспортного средства остановка? Не имея каждый факт нарушения, а один нарушение, любой нелегальный перевозчик – это материал в мировой суд. Мировой суд по подсудности, в зависимости, в каком месте был составлен административный протокол. Отсутствие лицензии у перевозчиков, по словам экспертов, на данный момент является самой основной проблемой в сфере пассажирских перевозок. К слову, компания с полным пакетом документов, законно осуществляющих свою деятельность, раз-два и обчелся. Многие же перевозчики пытаются избежать процесса подготовки всех документов, предпочитая зарабатывать, не оплачивая налоги. Но оставаться в тени долго вряд ли получится. Во всяком случае, ответственные за наведение в этой сфере порядка ведомства и службы настроены решительно.